Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 13 выпуск третьего сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Targov. Предыдущий выпуск начал с того, что закрыл оружейник, часть 4, со сборкой М4А1, и следом за ним закрыл оружейник, часть 5, со сборкой DWL для механика. Затем пустился в пляс на берегу и добил недостающих диких по квесту Каратель, часть 1. На таможне в двухэтажном общежитии 114-й комнаты забрали кейс с прибором, который нужен был для сдачи квеста Провизор для терапевта. Ну и провалив своего рода саботаж лыжника, забрал папку в лесу и сдал её терапевту, что позволило закрыть квест Планы снабжения. Прокачался навык память до 4 уровня, и таким образом сам по себе выполнился квест Сигнал, часть 4. Эдвард, Николай, Георгий и Алексей. Спасибо большое вам, парни, за вашу поддержку. Всем приятного просмотра. Вот это у нас тут наварилось делов. Давай, пошли. Вентиляция. Готово. Шудрш, устанавливаем. Отлично. Максимальный уровень. Дальше верстак. Дрш. Есть верстак второго уровня теперь. Во, и освещение теперь максимального уровня. Сегодня планирую в первую очередь заняться Карателем второй частью. Если мне хорошо, прям круто повезёт, то мне удастся сделать это всё за один рейд. На берегу необходимо будет заглянуть в заброшенные деревни в дом председателя, дом рыбака и дом священника. Также даёт квест Отшельник. Найти убежище друга егеря на локации Маяк. Я знаю, где это находится. На Маяке, получается, у нас и от терапевта тоже есть один квестик. Забрать там чемодан надо будет. Так что, если успеем, то сегодня ещё и на Маяк прогуляемся, я думаю. Давай посмотрим, запустится ли Дикий на развязку. Если получится запуститься, то за Дикого тогда первый рейд прогуляемся. Посмотрим на полках в Гошане, тушёнку, которая нам нужна по квесту для терапевта. Нифига не получается. Ну, я не знаю, в чём может быть проблема, но у меня такое ощущение, что это связано именно конкретно с развязкой локации. Нет, Дикий так и не работает. Я хз, в чём проблема? Это не очень новости, честно говоря. Не очень, не очень. Ваш персонаж, говорит, сейчас находится в рейде. Не верю. Пробовал уже подключиться и всё то же самое. Также зависает на загрузке и только через диспетчера снимаю. Хочу сходить в рейд с болтовкой с М700. Хочу прогуляться, пострелять Диких с глушителя с М700. Они туда-сюда засчитаются. А здесь, оказывается, этот не работает, да? Тут не работает, оказывается, регулировка. Кратности надо будет прицел тогда мне поменять и всё. И буду, в общем, прокачивать потихоньку навык владения снайперскими винтовками. Так как егерь потом ко мне пристанет до третьего уровня, скажет, ну-ка качай. А у меня там даже до первого уровня ещё пока ничего не прокачано. Так что пойдём с болтовкой, пофиг. В общем, решил взять 105-й как вторичку. Пару магазинов, так, чисто без фанатизма. Если у меня патроны, патроны у меня есть. Туда-сюда заряжаем, сюда заряжаем, туда заряжаем. Вот так вот, вот так вот. И прицел возьму оптический, Валдай штурмовой. Тактически ЛЦУ взял такого яркого, ядовитого, фиолетового цвета. Такой тут он есть. Вот его прям хорошо будет видно на ближней дистанции, если вдруг дикари прям в упор будут подходить. И у меня будет возможность использовать какое-нибудь укрытие, а то буду использовать болтовку. Шума всё кончалась, всё пронём было. Постараюсь не влазить ни в какие ПВП передряги. Так, чисто, аккуратненько туда-сюда-сюда-си. Поехали за ЧВК на берег, на берег в 11 днём. Всё страхуем. И вперёд с песнями. Погнали. Рюкзак снова не беру. Там в комментариях бомбили некоторые люди, типа мол, чё не судьба, типа рюкзачок взять. Мне не нужен рюкзак, я просто иду делать квест. Так что пока никакой лут с собой таскать не буду, чтобы оставаться мобильным, потому что мне целых 12 диких нужно будет настрелять. И хочу постараться за один рейд всё это дело сделать. Опачки. Это мы перед антенной. Блин, не люблю я этот спаун. Ну да ладно. Ну что тогда? Прям по порядку, вот по большому кругу вдоль дороги, вдоль береговой линии. Будем тогда идти. Получается. Блин, даже не знаю. Тут какой-то спал не такой, честно говоря. Мне гораздо удобнее было бы где-нибудь там появиться на карте. Тут наоборот в эту сторону лучше было идти. Так, ладно, первая точка, где, возможно, имеются дикие, это... Блин, тут от ЧВК спаунов куча целая. Так, это смотровая вышка. Её мы как раз сейчас и проверим в первую очередь. Есть кто? Нет. Насветиться особо неохота. И профукать никого неохота. Да нет, рано ещё. Нету здесь никого, никаких диких, сто процентов. Есть только ЧВК. Надо идти в порт. Надо идти на Чупа-Чупс. Гэс. Заправка. И пошёл, поехал. Короче, беготни будет куча целая. Это явно не быстрый рейд. Это явно не быстрый рейд. Окей, погнали. Вдоль дороги до порта. Тут по пути спаунов, честно говоря... Не знаю, штуки 3-4, наверное. С этой стороны, с этого направления я чё-то как слепой вообще. Сложно ориентироваться. Но здесь уже должны подъехать парни. Но их тоже нет. Должны, но не обязаны. Выходит так. Будем искать дальше. Вот на Чупа-Чупс. Не знаю, подниматься, не подниматься. Наверное, поднимусь. Всё-таки. Давай посмотрим, здесь тайник открыт или нет. Нет, не открыт. Неужели тут никто не появился? Ладно, окей. Если пустая карта без ЧВК... То я ничего против вообще не имею. Но дикие-то где? Все спят? Вот сейчас самое удобное время делать какие-нибудь квесты там с пометкой. Да, чё-нибудь такое. Типа найди, принеси. Убей, укради. Но не убей. Убей, утрирую, конечно. Вообще не выстрелы. Походу спят все, короче. Дикие тоже. Хотя сейчас навстречу должны мы друг другу с кем-нибудь схлестнуться. Те, кто на той стороне появились. Если тоже вдоль берега пойдут. Не знаю даже подниматься, не подниматься на Чупа-Чупс. Что-то нет желания туда идти. Чувство такое, что там тишина тоже. Вообще никого не души. Я не на ПВЕ зашел случайно? Нет. Ну ладно. Сейчас найдем. Кого-нибудь да найдем, это точно. Так. О, вижу клиента. Ага, и меня видят. Эта крыша по мне стреляет, ГЭС. Представляешь? Капец, они глазастые стали. А вон он. Ладно, выпендриваться не буду. Сразу буду на поражение офигачить. Стараться. Хотя можно было бы там пофармить немножко, да, этот навык. Ну так как мне 12 надо, я что, найду. Ага, он прям смотрит на меня. Туда его. О, этот даже вниз отлетел. Вообще нормально. Пойдет, пойдет. Запасные магазины, кстати, не брал. Блин, я что-то забыл показать сборку. Ну, если выживу, покажу дома. Если доживу. Или так можно посмотреть. Ну, это, короче, трофейная. Я ее 100% показывал. Это трофейная, которую я в лесу надыбал. С ней и тасуюсь. Просто как оно бывает? Хорошее оружие найдешь, и, блин, жалко. Вот подожду, когда хорошая броня будет. Снаряжение мощное. Вот тогда достану. А на самом деле она потом лежит, лежит до следующего вайпа. и вайпается вместе со складом. Что там, никого на той стороне, что ли? Да ладно. Интересно. Вот, вот такой вот он яркий целевый указатель. Прям не ошибешься. Так, там есть кто внизу? Нет, не пойму. По-моему, тут нет никого. Да? А нет, есть. Что я тебе, земляк, слышь? Четыре уже есть. Неплохо. Пока идем нормально. Надо было патрончиков чуть побольше взять, да, наверное. Хотя... Ходят. На такой дистанции на дальних деревьях он вообще выглядит как этот... как фонарик, да? Фиолетовый. Что по патрону, мужик? Картоха. Блин, у него масочка вкусная. А ее не обязательно изучать. Не туда, а только ее. Ну вот. Пошли дальше, что? Где у нас еще потенциальные жертвы? Есть еще вариант посмотреть все-таки заправку, потом вернуться туда наверх, попялиться, да? Давай, наверное, вот так посмотрим. А как что такое? А что такое? Ничего серьезного. Так, как говорится, одним глазком глянем. Может, на Норвенском кто заблудился? У нас дикарей. на автобусную можно будет подняться. И даже нужно будет. Может, я смотрю, тут что-то не густо. Один на всю заправку, что ли, был? Вот это проклятая сопка. на ней вечно торчат снайпера. Мы сейчас еще вон попялимся островок. И тоннель. Оп, очки. Есть, господа, они хорошие. Эй, что так криво я стрельбану? Эй, это вообще свита санитаровская, понял? Есть, попал по кому-то. Санитар, мне, кстати, нужен твой ключ. Я у тебя в кабинете были дыксы поискал с удовольствием вообще. Давай, давай. 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 Ну, я попадаю, но толку, по-моему, не особо-то много с этого. Потому что, скорее всего, они лечатся там. Чуточку бы ближе подползти, но я боюсь, что они меня засекут, и если откроют огонь, то я тут рассыплюсь по всей этой горе чертовой. А, вон он, внизу еще. Есть, скопытил одного. Ага, второй крутится. Так, даже не отдышимся, а чуть позицию сменю. Поудобнее, чтобы было. Главное, чтобы мне сейчас никто не помешал из ЧВК и Челоботов. И все будет по красоте сделано. Че ты пыхтишь? Хотя, выносливость, все окей. Че-то отдышаться надо, походу, мне. Ну, че, пока он там сидит, хорошо так. Давай. Хорош притворяться. Есть еще один. А вон он, по-моему, третий. Ну, не ври, не ври, не ври. Вот притворяется, капец. Я даже не задерживаю дыхание. Ну, задерживаю, когда стреляю, потом отпускаю. он вообще не понимает, что происходит. не хочет. Не хочет он попадать. Не хочет он попадать. Давай, пожалуйста, пока он там на открытой этой стоит. я там видел буйок моргал, может быть, я как раз там и выпьем смогу, если вдруг налутаю чего вкусного с них. Есть. все. Я думаю, это все. Так, слушай, давай посмотрим в задачах. А, это не оперативно. Это у меня каратель второй. Еще пятерых надо. Три на ГЭС. Один на заправке здесь. Четыре. И трое там как раз, Санитар и двое свитовцев. Насчет вот этого и второго, третьего, точнее, у меня нет сомнений, что это санитар, короче, вот этот был. А это его свитовец, а вот этот вот внизу на лестнице, который был, что-то я фиг его знаю. Я там едва силуэт только видел. В общем, пятерых диких нужно еще убить. Но я боюсь, что если я сейчас пойду, то есть не пойду на Норвенский, то я профукаю свое счастье. Что, каждый день я убиваю, что ли, за санитара со свитой, да? Пойти посмотреть надо. Волыны у меня тем более страхованы, и все страховано, если что. Если что, по красоте и выскочим. Тем более рейд тихий. Да, пойдем. Опа, дикий. Восьмой. Все, вот теперь у меня душа спокойна, потому что на заправке здесь, чтобы один дикий был, это... Я думаю, невозможно. Тут как минимум пара. Мы с Тамарой, говорит, ходим парой. Нормально. Пойдем смотреть. Это сейчас челоботы уже подъехали, я думаю. Гурба подвалит, они же мне... не продохнуть, как говорится. Не дадут. Ага, есть еще один. Я на эти абортины. Здравствуйте. не понял смысле учетом ожили что лечить не понял свита гробан и тут по-моему сидит один эй иди ё-моё вот про что я и говорил что и свита в том числе может быть не одна мануал оказывается прячется в этом доке нормально вот раз не густо в сейфах ну заряжай заряжай чего ты тормозишь надеюсь больше нет никаких есть еще это уже чела бота до заспавнились нет но вряд ли это был просто сюрприз он уже был обижал этих построил своих товарищей так мы поехали быстро смотрим понятно еще один да вы чё серьезно нифига сколько тут всё квест готов пацаны квест готов можно болтово сюда да тут не понял скинул не падет ням 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 о бп патроны ядрить колотить скинул 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 20 апэшки сто процентов там я так и даже еще не видел получается так 2 готов ух тяжелый какой я уже ее просто со свита стянул уже и пря жульбан так бп патроны я наверно вот так вот просто сделал мне некуда высунуть его что а я его не знаю даже барабан вот так сайгу выкину на нафиг уже так и санитара надо конечно же здесь обычно дикий скорее всего получается был твою мать да это дикий представляешь это дикий откуда-то приперся давай уже быстрее да нет это нереально тут еще подъехали пацаны блин пацаны мне вообще не вариант с вами воевать честно винтарец тараканили у пачки блин отключения джаль так кто винтарец тараканил признавайтесь нет это точно вот он воришка я хочу домой надо будет деньжат подкопить чуть-чуть и купить такую штуку сейчас новая это фигня для вот таких вот шприцов всяких инъекторов есть маленькая такая сумочка и туда можно кучу целую накидать блин а мне энергии нет оказывается пожрать нечего отпустите меня пожалуйста домой ой ой я тяжелый капец просто ура работает лодка на причале ты мое спасение с ума сойти нормально нормально так прогулялся нормально блин жалко ключика не было у санитара да так то бы вообще было бы вообще вообще с ума сойти ну и так неплохо я зато квест закрыл как ни крути даже с лишним настрелял немножко вот это рейд 33 с небольшим минут 11 с половиной тысяч опыта это вот мне сейчас как воздух нужен этот опыт кучу целую диких 14 голов настрелял ну не голов 14 человек я имею ввиду прогулялся так прогулялся с ума сойти вот за это я и люблю с утреца играть когда никто не мешает ты своими делами там занимаешься квестиками все завершаем каратель часть 2 убрали диких из оружия с глушителем 12 человек нижние полумаски я уже до этого сдал так что все в порядке закрываем принимаем 3 карателя убить диких на таможне используя акс 74у 25 человек нужно будет настрелять и простая задача часть 1 найти вертолет на водосточной станции на локации маяк ух мать моя женщина это же уже этих отступников как собак нерезанных да и снайперов по скалам вокруг не меньше что намордник забыл себе купить намордник купили все я готов идти на маяк на маяк 1650 мне там много времени не нужно будет а рюкзачок я хотел все таки взять хотя бы какой-нибудь небольшой потому что там это же маяк там же вкусности могут попасться за чувака маяк 1652 все остальное ничего не надо тут страховать погнали так как есть на майке два квеста хочу попробовать выполнить первый квест это на пляже которые два коттеджа в одном из них этот кейс для медички а второй квест мне нужно будет в хуторе в старом забрать за ручьем где-то там ближе уже к базе отшельников есть такая землянка и возле землянки закрытые там лежит письмецом я это уже все подглядел подсмотрел так что знаем куда идти осталось только выжить ну блин не знаю не знаю я на самой дальней той а ну хотя там переход будет на этот да что тут тебя там переход будет на скорее всего на берег да переход на берег ну ладно редко я конечно тут играю а точнее только поначалу несколько забегов сделал и все но сейчас время не активное сервера мой казахстанский и так не особо-то активный ладно попробуем найти что нам надо короче вдоль берега сейчас пойдем блин вот это вообще как как удочка какая-то блин дурака того и жди как в голову прилетит блин блин хотя ладно особо лутать тут а чё бы нет когда да да зря приперся сюда туда ходить нельзя там стреляются на и пера там леший бродит что тут у нас ничего интересного есть датчик довлека ну с голоду точно не помру пожрать попить нашли как бы мне грамотно то а обойти прям по берегу не хочется идти страшно как бы не казалось тихо тут снайперов на каждую гору по два штуки да все злые щас такие капец они куда уже прокачались то ё-моё я только двадцатый уровень пока отсутствовал все уже накачались тут до тридцатого до сорокового посмотрю тут говорят чайник спавнится так не тут получается а тут получается нет не тут батарейка вот тут прям на плите говорят да вот золотая цепочка есть значит тут же антиквариат может хорош исполнится которые именно как его фамилия то ну всякие статуэтки вот такие вот вещи лев в том числе и ттшник такой да четкий тайничок барахлишко крое какое пистолет близко подходить к базе к той отступников опасно да не то что близко там реально они через пол карты джебоша что с пулемета с этого с утеса из чего они там наяривают из агс а с этого так чуть дальше получается под этой скалой прям там коттеджи эти находятся я же говорю тут на каждую скалу по братку блин что мне с ним делать вылезу мне рога по обломает походу на самом верху там сидит да сидит и фраги наяривает себе ну ладно блин он просто меня не пустит не потом перебегать то надо будет ну как говорится удачная охота ну вот эти шаги он точно услышит я думаю это комната нет да это вот он чемодан но он перебежать мне очевидно не даст как раз смотрит то что я там то то где я должен перебегать блин ну чуть дальше я можно было бы там обойти чуть дальше как бы он бы меня не увидел отсылочка знакомая но там эти самые сейчас же начнут шпилить по мне с пулеметов с агсов он там небось лежит кайфует самоубийство до перебегать блин надо было мне все таки залезть туда на скалу попробовать выдавить его оттуда он с чего-то болючего там стреляет куда-то вон он в коттедже побежал все забежал в коттедж надеюсь это был тот самый снайпер а я пошел тогда по своим делам с той стороны будут стрелять с этой стороны будет стрелять всех сторон фасбуд стрелять все время ждем у нас лезть давай запасы подсократим чуть-чуть это болезнь восьмого вкачался мама сок сок и ход рода сверху это можно и даже не использовать его сверх норма просроченного сачку погнали давай 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 о нормалек а нет это не по мне это за мной кто-то идет прям по пятам прям по пятам кто-то за мной идет так я хочу этот коттедж построить тут есть пару достойных комнат у панчки у панчки випекс бобосики медиатор веритаса падет в панчки я заныка вот такая вкусная комнатка теперь нам дальше сюда вниз ух тут все вообще как и к тем более когда карту плохо ну как бы знаешь когда умирал здесь мало я себя чувствую просто как новичок как будто я только начал играть вот она эта временка вот он хутор и вот она малява отшельника все господа мне надо педалить на выход на выход на выход а где тут на выход выходит то как тут чё я боленщик как шабаркнет какая-нибудь мина буду искать переход на эту на берег а вон переправа вот здесь проскочить можно до точек ну вот они ручьи вон он берег я же правильно понимаю да вон полицейская машина а я хотел красиво сделать как всегда ну что я поплыл получается ну что я поплыл получается все а где диса а нету диса под водой диса короче говоря выжил не стал ввязываться ни в какие перестрелки передряги за 18 минут ни много ни мало получилось сделать два квеста вынес чумодан и забрал что я еще там забрал письмо я забрал точно отдыха у моря квест мы выполнили передать найденный груз передали и завершаем отлично и квест отшельник мы второй закрываем передать говорит послание передаем послание и как раз у меня теперь лояльности благодаря тому что у меня изначально было ее больше чем обычно у меня теперь лояльности на третий уровень целых хватает слушай давай попробуем задикого все-таки еще раз куда нибудь запуститься дни нас вязку куда-нибудь в лес запущусь попробую посмотрим будет работать не будет работать если меня ее в лес не пустит то я вообще фиг его знает получается это у меня на всех локациях такая проблема не только на развязке остается только надеется и верить в то что это временная какая то проблема с ближайшим патчем и починят мне не фига в лес запустилась вообще без проблем сразу же залетел так медицина у меня чуть-чуть имеется получается сразу же как только загрузка началась 15 минут сразу же мгновенно меня запустила все как ну как обычно все все работало как раньше так она и сейчас работает бог его знает что произошло как у меня есть бронежилет есть дробовичок есть сумочка и я предлагаю поискать все-таки тушенку здесь хотя бы в лесу бог его знает да что ж такое пистели пересмотрел наверное очень погнали в мчс поглядим здесь 19 минут час да должно хватить ничего мне куда мне тут хотя я бы сходил еще на этот на новую территорию попялился бы на пункте питания там на ящиках продовольственных вот этих вот штанчик было бы полевая баня после полигона пыльного вообще такой кайф а вот медицина поинтересней даже шина если для так значит она все и так оставляем вроде так чё я хотел мне ж тушенка нужна чё это я тут медицине радуюсь как быстро тушенку нашел вот продовольствие говорит тут у нас кофа и чоколадка вот и весь пробиант Обычный, дикий. Летящей походкой. Я тоже так могу симулировать. Не, это обычный, дикий на самом деле. Ладно, чё я тут? Вот чё-то выэтывался. Расчувствовался. О, звёздочка. О, нормально, вот это вот я люблю. БП-шки, сейчас не возьму. У меня же 100 комментариев напишут. Ты шо, ты кто вообще такой, чтобы БП-шки не брать? Так. Как тебя земля носит, и БП-шки не поднял, мажор. Проклятый. Да, не разгуляешься тут, короче, я так понял. Техснап и ещё пара медицина. Наверху ещё есть ящичек. Да нет, надо за тушёнкой ходить, пацаны, на развязку в Гошан. Это вот прям я вам 100% говорю. Однозначно, да. Туда надо ходить. Тут вот это ходить, крохоборство вот это. Нет, тут лут, конечно, хороший. Не то, чтобы там... Что тут нету ничего? Не про это я говорю. А про то, что мне конкретно нужна тушёнка, а тушёнка... в супермаркете. Здесь нет тушёнки, говорит. Во! Зато жиротовое сколько. Питья. Мре даже есть. Блин, я бы молочка забрал, честно. Ну вот, и всё. И вся провизия. Предлагаю тогда в эту... в деревню упал. Свои, свои, не шмаляй. Кто-то какой-то он не свой. Вы кто такие? Я вас не звал. Надо вот так вот... занять где-нибудь эту... какую-нибудь... МЧС-ку. И с вышки вот так... выглядываешь. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите дальше. Ну ладно, а чё по выходам-то? Я чё-то в деревню намылился, а окраина изба диких, говорят, бункер диких, ворота завода. Изба диких. Блин, мне по-хорошему в ту степь вообще педалить. За 13 минут я успею всё это дело. Нет, боюсь, что не успею я в деревню. Нет, ну я до деревни-то добегу, а дальше чё? Ладно, главное, я хотел проверить, работает ли дикий. Дикий работает. Он не работает только на развязке у меня почему-то. Хотя можно попробовать после того, как я сюда запустился, ещё раз попробовать запуститься на развязку. Правильно я тебе говорю? Но это будет уже совершенно другая история. Не взял аугументин. Мажор. Проклятый. Стоп, этот тайник же должен быть где-то. Тоже пасуны мне написали в комментариях. Без сарказма какого-то я очень много инфы узнаю из комментариев. Тем более, что там вещь можно ещё чик-тайминг добавил. Типа, вот там такое-то время ты пробегал вот под тем кустом там-то. Там тайник есть. Я да ну нафиг. Ладно, рискну последними зубами. Попробую прошвырнуться. Хотя там что-то СВД стреляло, мне не нравится. Бессмысленная трата времени получится. Есть ещё по правой стороне пару тайников. Но у меня правда уже времени нет. Надо было мне сразу после МЧС сюда и бежать. Не думать туда и или сюда. Что такое снаперов нет? Во! нифига, братули. Свои, свои. Не стреляй. Иди, говорит, куда шёл. Ну чё, у него рюкзачок-то там будет здоров и судя по всему он да, покушал тут плотно. Плотно. Хотя молоко ж, молоко что-то там осталось. О, тушёнка. Ням-ням. Ради одной баночки, короче, всё вот это вот путешествие. Всё, пацаны, я на выход. я нашёл тушёнку. Ну чё, боты бегают. Туда-сюда. Говорите, нету, никого нету. О, газонализатор лежит, прикинь. Когда он нужен был, где ты был? Когда тебя не было. Чё-то вы, пацаны, ненадёжно как-то осматриваете. После вас ещё полный рюкзак можно собрать. Разумел. О, кто там разумел. Всё, восемь с копейками минут, надо чесать мне вообще капец. А чесать мне будь здоров, далековато. Я думаю, успею до бункера добежать. И всё, даже утонуться наверное не успею. Если идти вот по этой дороге, идёшь по правой стороне, у тебя речка будет. Доходишь до моста снайперского. И строго налево. Там и будет бункер диких. Там ещё антенна торчит. Мимо не пройдёшь. Это и к тому, что скорее всего путь будет долгий, и мне его придётся вырезать. Я у мамы монтажёр. У меня ещё даже пять минут целых осталось на лутании. самое лучшее. А, жёлтан до разного можно будет позырить. Тут у нас может топливо спавниться, а может и не спавниться. Тут в ящичке оружия может быть, а может и не быть. Ну давай, показывай. Вау. Еда. Отсутствует. Еда. отсутствует. Пака частенько здесь лежит. Ценности на мешке отсутствуют. всё отсутствует. Камачковая икра есть. Да на хлебушек. Да как намажу. Да как жахну. да нет. Нифига. Здорово. В шоке-то. Что, кто здесь ещё? 4 минуты до конца ещё хоть доходит. Ну вот такое вот путешествие получилось. Ничего не получилось найти, кроме одной баночки тушёнки. Тут скорее всего всё уже так точно. Всё облутано. Обкорябали всё. Да, тут уже подчистили. Чавыка вот эти вот ходят тут всякие. Шчёлоч. Вот шчёлоч мы заберём. Бам-бам. Сюда. Шпроты вижу. Место есть для шпрот? Место для шпрот получается получается нету? Хотя можно было шину кидануть. Ну вот такие дела. не получилось ничего. Но главное я запустился как раз выяснить запустятся ли у меня на другую какую-нибудь локацию дикие. И запустился как видите без проблем. Вынес кое-какого добришка. Часть из него я оставлю себе на пользование. Часть из него продадим. Прапор подвёз оказывается квест. Я что-то сразу не заметил. Анестезия говорит квест для меня выполнил. Надо будет маркером пометить четыре ой три места торговли на берегу там где обитают санитар санитар то есть это норвенский это лазурный и это коттеджи. Торганул короче Дисса получается два миллиона у меня вышло неплохо так за пару тройку рейдов и то я много чего оставил себе тут по медицине бронежилет и патроны там кое-какие не продаются это все продавалось специально для того чтобы купить недостающие предметы для улучшения например водосборника тут по лояльности и навыкам у нас все окей так что заказываем улучшение улучшение продлится 8 часов нормально обогрев тоже можем поставить себе 3 максимального получается уровня эти шланги гофрированные военные трубки точнее не шланги стали более доступны 375 не то что по миллиону там и так далее улучшение займет также 8 часов все безопасность максимального уровня тоже докупил тут кое-какие предметы механик у меня теперь второго уровня так что готова к улучшению улучшение займет 17 часов вот это вот это в общем в пищеблоке второго уровня можно варить тушенку низкую но надо будет включать генератор для этого запускать варку и все пошел процесс час 18 буду время от времени заходить в игру включать генератор запускать новую варку и таким образом а нифига себе 18 часов наварил тушенки ладно пока короче варим до следующего выпуска пару банок а там уже разберемся по ходу дела ну вот в принципе и все что смог все установил заказал ждем следующего выпуска ждем пока наварится тут добро на сегодня буду заканчивать надеюсь выпуск вам понравился благодарю вас за поддержку за пальцы вверх за комментарии за активность всем всех благ отличного настроения и приятной игре увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok